Саляму алейкум, уважаемые подписчики. Добрый день. Сегодняшняя тема тоже очень интересная. Мушарки Мутанакаса. Очень многие спрашивают, а как в исламских финансах финансируют недвижимость? Вот в обычных банках есть понятие ипотечное кредитование. А что есть в исламских финансах? Какая есть альтернатива? Значит, она называется Мушарки Мутанакаса. Некоторые читатели слышали этот термин, но не знают, что это такое. Более того, данная тема интересна не только обычным людям, которые бы хотели профинансировать свою недвижимость, но, естественно, она интересна нашим банкам, коммерческим банкам. Она интересна банкам, которые собираются внедрять исламские окна у себя. Она интересна, на самом деле, очень большому количеству читателей. Почему? Потому что Ташкент застраивается, Узбекистан застраивается. Это замечательно. Так вот, мы сегодня будем разговаривать о контракте, который называется Мушарки Мутанакаса. Давайте разберем два этих слова. Мушарки означает партнерство. Это когда два или более партнера входят в партнерство, вносят свой капитал, это может быть денежный или неденежный капитал, для того, чтобы начать деятельность, для получения прибыли. Это есть Мушарки. Мутанакаса означает или переводится как убывающий, как сокращающийся. Почему? Потому что далеко не все инвесторы видят себя, скажем, партнерами в бизнесе, видят себя учредителями. Многие хотят войти, скажем, на определенный период времени, скажем, на три года, на пять лет и так далее, и выйти из бизнеса, например. Вот, как скажем, пенчурные фонды и так далее. И обычные инвесторы могут войти только на период, например. И, соответственно, это позволяет им выйти из бизнеса посредством выкупа своей доли. Поэтому, фактически, это Мушарки, в которые определенные инвесторы не могут зайти на срок определенный и выйти в течение данного срока. Вот. Теперь, этот продукт, он может использоваться в целом ряде видов бизнеса и финансирования. То есть, его можно использовать в финансировании недвижимости, финансировании авто, основных средств, проектного финансирования, финансировании оборотного капитала. И целом, в торговом финансировании можно использовать данный продукт. И в целом ряде других видов финансирования. Но сегодня давайте поговорим о самом важном. Почему? Потому что в исламских банках сегодня по всему миру этот продукт используется в первую очередь как продукт для финансирования недвижимости, для приобретения жилья, например. Поэтому начнем. Давайте так, вначале коротко о самом продукте. Он состоит фактически из трех крупных составных частей. В исламском праве нельзя объединять контракты, нельзя их делать зависимыми друг от друга. Поэтому заключается три отдельных контракта. Первый заключается договор между клиентом и банком, он называется Мушароке. Далее заключается договор на продажу долей при продаже каждой доли. И как только заключен договор Мушароке, заключается договор Иджара, то есть договор аренды, где банк сдает в аренду ту часть, которую он профинансил. То есть фактически, скажем, если банк профинансировал 80% от жилья, а 20% профинансировал клиент, то эти 80% сдаются ему в аренду. И по мере выкупа доли, соответственно, доля, которая сдается в аренду, она сокращается. Но это очень коротко. Давайте начнем по порядку. Если клиент выбрал, скажем, квартиру, и он обращается в банк для получения финансирования. И банк просматривает его заявку, смотрит, можно ли ему дать финансирование. Если он ее одобряет, то заключается договор Мушароке. И в соответствии с требованиями банка клиент вносит первоначальный платеж. То есть, скажем, представим, что это 20% и это будет выкуп 20% в данной квартире самим клиентом. То есть 80% фактически получается выкупает банк, а 20% выкупает клиент. То есть здесь происходит партнерство 20 на 80%. Как только заключен договор Мушароке, заключается сразу договор аренды, или называется он Иджара, в котором банк сдает в аренду данную квартиру, то есть дает право на пользование данной квартирой клиенту. То есть в день 0 он ему дает 80%. Теперь, по мере выкупа долей, сразу же заключается договор на продажу долей, и при продаже каждой доли заключается отдельный договор. По мере того, как доля в данной квартире уменьшается, доля банка уменьшается, соответственно уменьшается и арендная плата. Ну так вот, значит мы с вами заключили договор Мушароке, значит банк внес 80%, клиент внес 20%, квартира была куплена и передана клиенту. Значит заключается дальше график, то что называется график выкупа доли. То есть здесь до еще заключения графика и заключения договора Мушароке клиент дает одностороннее обещание выкупать долю у исламского банка. То есть все делается именно с пониманием того, что клиент будет выкупать эту долю у банка, и соответственно в конце концов станет единоличным собственником квартиры. Поэтому клиент дает одностороннее обещание выкупать долю у банка, у исламского банка. Это обещание называется ваат, и оно является ваат-мульзим, то есть обязывающее обещание. Как только он дает, приобретенный актив, то есть приобретенная недвижимость, она делится на равные доли. То есть мы купили квартиру, скажем, за 100 тысяч долларов, и говорим, что банк или клиент, скажем, только ради конкретного данного примера, скажем, клиент выкупит эти доли за, скажем, 8 месяцев, например. То есть мы делим квартиру на равные 8 долей, то есть 80% делится на 8 долей, которые будут выкупаться клиентам у исламского банка на основании графика платежей. То есть делается график платежей, где вы увидите, две вещи на самом деле вы увидите здесь, вы увидите график выкупа долей, первое, и второе, это график арендной платы. То есть чем больше клиент выкупает доли, тем меньше он платит аренды, понятно, да? Скажем, вначале в Т0, в период 0, клиент владеет 20% квартиры, а банк владеет 80%. Скажем, через месяц, если клиент выкупает, скажем, 10%, то клиент уже владеет 30%, а банк владеет 70%. Дальше через месяц клиент выкупает еще 10% доли, клиент уже владеет 40% и банк владеет 60%. Соответственно, в Т0 клиент платит аренду за 80% площади этой квартиры, в Т1 через месяц клиент платит только аренду за 70% квартиры или площади квартиры, и в Т3 платит за, скажем, соответственно, за 60% и так, пока он полностью не выкупит. Теперь очень важный момент, это цена покупки каждой доли. Опять-таки скажу, что правоведы, то есть исламские ученые, говорят, что идеальный вариант, конечно, предпочитаемый вариант, это рыночная цена. То есть, что это означает, скажем, если я выкупаю, скажем, долю через месяц, я должен выкупить, как клиент, долю банка по рыночной цене. Если цена поднялась, я должен выкупить по цене, которая выше, чем я приобрел квартиру изначально. Если цена опустилась, то я должен выкупить, соответственно, по цене, которая на сегодняшний день ниже, чем мы вместе приобрели данную квартиру. Значит, почему, в чем логика? Еще раз говорю, что договор называется что? Договор называется мушарки. То есть, это партнерство. Представьте, реальное партнерство, например, банк входит в партнерство с компанией, например, да, входит в долю компании, да, и в конце, скажем, клиент хочет выкупить эту долю, скажем, через 3-4 года. Естественно, банк не будет продавать свою долю по цене, по которой он вошел, тем более, если это успешный бизнес, он скажет, оцени мне реальную, скажем, рыночной цены не будет, потому что компания не торгуется, скажем. На бирже, но оцени мне, значит, справедливую цену, да, они наймут оценщиков, может быть, либо сами договорятся, либо в долю любуют определение, значит, справедливой цены, как можно определить, есть формулы. Вот, и, значит, в соответствии с данной ценой банк продаст, значит, свою долю клиенту и акционерам клиента по рыночной цене. Здесь та же самая концепция. Мы говорим о том, что для того, чтобы этот, значит, продукт был действительно в духе исламского права, долю нужно продавать по рыночной цене. Тем более мы знаем, что ипотечное кредитование или ипотечное, скажем, финансирование, оно долгосрочное, может быть, там, 10 лет, 20 лет даже, может быть. Поэтому, естественно, мы не знаем, какой будет цена квартиры через, там, даже год мы не знаем, какой будет цена квартиры, не говоря уже, там, о 5 или 10 годах. Соответственно, идеальный вариант – это рыночная цена, но не всегда бывает рыночная цена доступна, и тогда мы обращаемся к справедливой цене, да. Справедливая цена, где можно взять справедливую цену? Ну, естественно, в каждом городе, более-менее, там, в большом городе есть, значит, риелторские агентства, которые есть аналитические центры, где формируются по конкретным, скажем, регионам или конкретным, скажем, районам города. Можно определить среднюю цену по типажу квартиры, по району и так далее. Поэтому эта информация доступна, можно ориентироваться по, значит, данным, которые предоставляет данное агентство, да. Теперь, к сожалению, многие банки идут на последний вариант – это цены, которые оговорены сторонами, то есть какие цены. Если я купил квартиру за 100 тысяч долларов, банк потратил на это 80 тысяч долларов, он делит квартиру на 10 равных частей и продает свои последние 8 частей. Вот. Продает свои 8 частей. Соответственно, что он делает? То есть банк у нас регулируемый бизнес, и они очень-очень боятся любой неопределенности. Соответственно, рыночный риск. Это называется рыночный риск. Они не хотят на себя брать рыночный риск, потому что задача, мы знаем, сегодняшних банков – это трансфер рисков. То есть максимально сократить все риски и передать их иным сторонам. Поэтому банки не любят никакие риски, тем более рыночные риски. Банкам нужна стабильность, банкам нужны прогнозируемые потоки, будущие потоки. Поэтому банки говорят, окей, я не хочу быть по отверженному рыночному риску, даже несмотря на тенденцию того, что рыночные цены на недвижимость всегда в долгосрочном периоде растут. Поэтому банки говорят, давайте оставим вот данную цену. Еще раз говорю, это наиболее худший вариант с точки зрения исламских финансов, но исламские правоведы, они допустили ввиду того, что рынок требует, рынок требует, то есть рынок, имеется в виду, банки требуют. Да, соответственно, еще раз скажу, что лучше всего, конечно, справедливая цена. Значит, теперь, опять-таки, скажем, банк продал все свои доли, значит, и после выкупа всех долей клиент становится единоличным собственником данной квартиры. То есть когда он оплатил по графику платежей все свои доли. Далее, значит, как я уже сказал, в период ноль, как только мы заключили договор мучарки, мы заключаем сразу договор аренды, это отдельный договор, мы не связываем эти два договора, значит, это отдельный договор, в котором клиент, значит, дает, точнее, здесь две вещи, значит, мы заключаем две вещи. Еще до заключения договора мучарки клиент дает одностороннее обещание арендовать имущество у исландского банка. Вот, то есть что такое одностороннее обещание? Это, то есть клиент обязуется взять в аренду эту квартиру у банка. То есть банк может и не давать, однако клиент должен дать, значит, взять, если он, то есть он должен выполнить это обещание, да? И даже если он не выполняет это обещание, договор мучарки и договор продажи долей не затрагиваются, не затрагиваются. Именно поэтому нельзя объединять все эти три договора в один котел. Почему? Потому что если бы мы объединили все эти три элемента, то есть это мушарки, продажу долей и аренду в один договор, то невыполнение одного из них повлекло бы аннулирование всего договора. Соответственно, это было бы несправедливостью, именно поэтому исламское право запрещает связывать все эти три договора вместе. Поэтому, во-первых, заключаются разные договора, и во-вторых, аренда является отдельным договором. Давайте об аренде и о конкретных вопросах, которые связаны с мушарки Мутанакаса, поговорим в следующей части, во второй части.